Всем привет! Сегодня у нас 29 мая, опять холодина, ночью было минус 2, идет снег периодически, идет, потом останавливается, потом опять начинается, не такой, что хлопьями, но снег. Утром писали, по ощущениям было минус 4, а утром было плюс 1. В общем, холодина, я не знаю, я собиралась после обеда на дачу съездить, посмотреть, что с моей рассадой там. Ее один раз поливали без меня и все. И сейчас пока утро, пойду в магазины, на Валберес фермерский в Магнит схожу. У меня еще собачка заболела, мы полночи с ним не спали, у него проблемы с животом. Я очень испугалась, но ничего, там получится, есть не хочет, в общем, плохо ему. Никакого намека на лето, даже травы-то толком зеленой нет, ни зеленых деревьев, ничего у нас нет. Эти каникулы начались, такая холодина. Тут у нас было посвящение в кадеты, я снимала видео, но не выставляла. И у меня год отучился в кадетском классе, у нас кадетский класс из 5 класса, он в 6 пришел. А посвящение у нас только в мае, и вот его с 5 классниками вместе посвящали. А так он вице-кадет был, в форме все ходил. Может, выставлю короткое видео. Ну, вот тут травка позеленее. Конечно, почему они не распускаются? Не только потому, что холодно, но и внизу у нас мерзлота. Рябина, может быть, набирает цвет. Два дня я на дачу не ездила, ждала ремонтников. У меня в понедельник не пришли. Во вторник пришел один, уехал за материалами и пропал. Сегодня приехал, заказал материалы, ждет доставку. Начали ремонт другой комнаты. А я себе шторы заказала. Одни уже пришли. Очень красивые, цвет не подошел. Вернула. Сейчас другие уже пришли, шторы. Так, такие шторы. Не знаю, не очень по цвету. Еще двое сапток я недорогие заказала. Это не оригинальная задача. Я беру, но что-то они огромные, смотрю. Написали на момент, и они уйдут тебе еще по мере. Пришла в Магнит после Валбериса. Отнесла домой, купила только сапоги. Потому что очень теплые они. Стоят очень дешево. И на дачу мне взяла я двое. Хоть они свободненькие. И с носочком, если что. Одни будут для дачи, а одни так куда-то пойти. Выглядят хорошо, только запаха тут не очень. Так, что-то мини-чайбаты. Что-то не вижу, не стало ее. Возьму что-нибудь. Сейчас хлебное. Вот так вот у нас варили хлеб и положили на место. Что тут за хлеб? Вот Бородинский везю хлеб. Он стоит 74 рубля. Бородинский. Не знаю, это на этот хлеб или на другой. Цена непонятно, что за Бородинский. Ой, у вас весь хлеб улетел, женщина. Удела бананы, лимон и спаршу. Офу, картошка проросшая. Как раз у кого нет рассады, как у меня, можно набирать. Взяла немножко на посадку. У меня там есть теплица еще взяла. Картошки набрала. И очень тяжело будет. Сыры у меня есть с прошлого раза. Смотрите, что тут. Думаю, что же там стучат? Они разбирают эти пельмени. Отбивают лед. Вернулась к сыру альметто. Сливочная акция. И я буду его брать. Также я выбрала селедку по акции. Тут ее 150 грамм. 92 рубля. Крабовые палочки. Крабролы по 89. Так, альметто смотрим. Будем до какого? До августа. Можно взять и еще. Но ничего не будет этому сыру. Там еще есть две. Я заберу. Пусть стоит в холодильнике. Он у меня уйдет весь. Ну, взяла я четыре. И забыла показать. Еще такой окорок столичный взяла я. И так с яйцами жарить. Яйца, кстати, нужны тоже. Сейчас посмотрим еще помидоры с огурцами. Лук. Сейчас вернусь к луку. Лука у меня нет. Лука нет. Прямо, смотрите, черри по 83. Видимо, какие из них только. Непонятно все, что ли. Конечно, тут смотрите, с плесенью даже. Нет, чтобы сразу цены нормальные делать. Вот эти вот очень вкусные клубничные поцелу и томаты. Чайные. Фламенко я беру такие. Огурцы возьму тоже. Огурцы у нас 129 такие. Чайные 149. Фламенко. Сливовидные 299. Выберу что-нибудь цены. Покажу вам на перец. Желтый 379. Но он уже такой трябленький не очень. И красный перец 329. Есть наборы. Микс фасованный по 2 штуки. 149 рублей. Если будут все такие по 109. Ну, я буду брать вот эти. Мне кажется, эти получше. Делаю сейчас томаты и азербайджан. 249. Они дешевле этих. Я возьму штучки 2-3. Огурцы я тоже взяла. Всего 4 штучки. У меня там дома, по-моему, есть еще немножко. Взяла помидорки. Там есть, конечно, уже портятся. Но эти неплохие. Лук уже я смотрю. Свежий урожай. Лука. Друзья, не знаю, как вы. Я люблю маленький лук. Я даже просто, бывает, чищу луковицу. И бросаю ее в суху больше. И вот я выбираю небольшие луковицы. Мне их резать лучше. Видимо, у меня такой растет маленький. Я привыкла к маленькому луку. Покажу цены на куриное мясо. Собрать не буду. Вот цыпленок. Это желтый цвет. Цена. Вот есть по 299. Петровца пленка. 239. Николинец пленка. 299. Пиши. Покородка цыпленка. Тужа акция. 299. Огорачок теперь. 329. Петровца. Богатство Сибири. Неплохое. 249. Всегда дешевле, чем Трекурова. Бедро. Тоже самое. Такое линии бедро в одну цену. Филе бедро цыпленка без костей. 529. Вот это неплохой продукт. Крыло 319. Крыло вот такое. Здесь Трекурова и Богатство Сибири мне нравится. Каракоко. Филе бедро цыпленка 499 без костей. А здесь цена 529. Непонятно какая цена. Немножко разница. Филе грудки Трекурова 429. Филе грудки цыпленка Богатство Сибири 463 даже дороже. Стало такое. Куриное мясо. Здесь приправы. Кстати, мне хмели-цунели полюбила. Это что последнее время. Хмели-цунели тут маги. Нужно другой фирмы поискать. Посмотрю, какой есть. Вот еще есть хмели-цунели. Вот восточные кости я возьму. 29 рублей. Это готовые. Вот фарш мне что-то как-то не нравится. Богатство Сибири. Куриный. Тут акции. Цены. Тут сами цены. Такие. Здесь свинина, говядина. Фарш и колбаски. Говяжий иногда беру. Фарш бывает у них. В прошлый раз была в магните. Купила минтай. Думаю, пожарю так и лежит. У нас все перебрали тут. Применем вареники. Всяка заморозка. И ошираки. Открытая стоит. Видимо, убежала она. Вот это мне нравятся пельмени. Они всегда по акции. Эти брала с вишней. Полная ерунда. Вишня перекрученная. Вообще невкусная. Как-то я брала в пятерке ристория с вишней. Вишнячина и вареники. Там вареники, картошка были с грибами. И с вишней все вкушла. Тесто. Наггетсы. Цены на наггетсы всегда там. Это желтый. Значит, уже цены там снижены. Цены. Здесь тоже печень, мясо. Заморозка. Сметана. Я беру иногда вот такую. Нижняя тогда. Семьдесят четыре. Першинскую беру. Пятнадцать процентов в основном беру. Беру багдашка. Это все наше местное. Ну, и местное, и близлежащие. Все-все местное. Вот багдашка, вот эта местная. Вон багдашка. И любитская тоже нормальная сметана. Ростоквашина вообще. Десять процентов в жирности. Возьму такую. Ростоквашина. Сейчас не беру опять кефир. Я давно не брала. Я стала пить кефир. Одно время не могла. А сейчас пью. И вот ростоквашина мне нравится. Раньше брала село зеленое. Но мне тут 2,5. Ростоквашина. Ценник есть, но я не вижу его. Возьму. А, вот же 2,5 рядом. Взяла я 2,5 кефир. Ростоквашина. До 5 июня. Цена 84,95. Нет, 85. Вот девицы. Ну и вывозим. А это 2,91. Вот даже. Цены снизились у нас немножко. Ну, там дальше. Всякие цены. Вот за 100 есть. С1. Возьму. Возьму такие я. Отборные 10 штук. Эти могут быть вообще в другую цену. В общем, беру вот такие. Стоимость не знаю. 16 мая. 16 мая. Беру. Смотрите на питание. Акция у нас сегодня. И мы берем. С языком появилась. Буду брать. Черешня у нас появилась. 449,500 грамм. Алыча. Абрикосы. 289. Не пробовала в этом сезоне. Всела столько. Надеюсь, они вкусные. Мимо конфет прохожу. Так. У меня же кофе надо. Начала я пить кофе. Чай у меня есть. 75 грамм. Пройдемся к реказировке всякие. Здесь всякая у нас химия. Банки, химия, крышки. Крышки по акции. У меня достаточно крышек. Было бы что закатывать в этом году. Крышки найдем. Туалетная бумага. Акция небольшая. Вроде бы мне ничего не надо. Сумечки. Семечки взяла маленькую. Смороженное еще посмотрю. По акции 64. Как я понесу, так обычно. Кофе возьму. Кофе кофейного напитка. Кофейный напиток карамель. Это же не карамель. Это не карамель. Карамель вот такой. На выход. Тут конфетки всякие. Уже к кассе подхожу. Взяла два пакета, чтобы распределить тяжесть. Но набралась, конечно. Иду домой. Распаковочку сделаем. Мороженое в холодильнику беру. Так, тогда я буду показывать, что купила. Вот такие покупки сегодня, друзья. Все я показывала подробно в магазине. Сыр, кефир, кофе, семечки, огурцы, кофе в пакетиках, яйца, крабовые палочки, крабовые роллы, детское питание, спаржи две баночки, окорок, сметана, помидоры, картошка, абрикосы, бананы, лимоны, лук. И селедка, картошка там посадочная еще. Так как у меня немножко есть на даче, но ее недостаточно. Хоть мне и обещают дать, но я все равно купила. Что я затратила? Вот чек. Чек я не рассматривала. Далее надо было, конечно, посмотреть. Скидка 597 рублей, 3641. Но вы понимаете, что это покупки не на один день. Я хожу не каждый день в магазин. По мере необходимости хожу. На улице шла, снег опять, такая холодина. Поэтому на даче, наверное, рассаду я не повезу, как хотела. Съездим, посмотрим, что в теплицах. Спасибо.